Привет, привет! Вам не показалось, это снова я и это снова фавориты Спустя 7 месяцев У нас был 7-месячный перерыв Во время которого я по вам скучала Но я снова с вами, снова вернулась Недавно на моем канале вышло новое видео Новый формат видео У которого пока рабочее название Автечат В котором я, соответственно, во время поездки Куда-то, за рулем, машине Делюсь с вами какими-то моими мыслями Какими-то насущными событиями И просто болтаю, потому что я просто люблю болтать Вот Если вы случайно пропустили это видео Или решили его не смотреть Я вам очень советую его посмотреть Оставлю вам ссылку внизу в описании Вот, а что касается сегодняшнего видео То все в лучших традициях Фавориты сентября Все, что я любила на протяжении этого месяца И я просто вся в нетерпении Начать это видео Так что фавориты сентября Поехали! Если бы меня попросили коротко охарактеризовать события сентября То, пожалуй, я бы использовала одно слово Безделье Я бездельничала просто 24 на 7 Так как недавно я вышла с работы У меня сейчас такой заслуженный отдых Я делаю ничего И это прекрасно А также одним из таких центровых событий сентября Стала свадьба моего друга Такого некого друга детства Это брат моей лучшей подруги Так что это была такая достаточно душевная эмоциональная свадьба Типа первый пошел Вот, и вообще то чувство, что люди вокруг тебя уже настолько взрослые Строят семьи и все такое Конечно, будоражит И я очень часто об этом думаю Что что, лет через 5 у нас уже всех будут дети Как бы это уже происходит Следующие мои два фаворита касаются глаз Я фанат пышных таких подкрученных ресниц А-ля накладные ресницы И фанат стрелок В этом мне всегда уже много месяцев помогает тушь от Vivienne Sabo Тушь Кабаре Силиконовая кисточка Которую, мне кажется, я уже говорила Мне она безумно нравится И гелевая подводка от Vivienne Sabo Вот такая вот крошка Что мне очень нравится Помимо того, что нанося ее на нижнее веко То есть на слизистую нижнего века Она остается там, где вы ее нанесли Вот куда вы ее нанесли, она там и будет Что касается карандашей, например До этого я пользовалась карандашами Они называются Каял Обычно через какое-то время Они начинают просто вот так вот Прекрасным образом стекать И у тебя такие вот панды получаются С этой подводкой такого никогда не произойдет И я ее тестировала на многих всяких мероприятиях То есть ты танцуешь, ты потеряешь, ты плачешь Подводка остается на слизистой нижнего века Я за это отвечаю Заканчиваю говорить о Vivienne Sabo Не могу не упомянуть мой самый любимый карандаш Опять-таки он тоже такой фаворит у всех визажистов И у всех таких инстаграм-чекуль Это карандаш в номере 101 Он просто идеально подходит под тон моих губ Под тон моего лица То есть он буквально на тон, на два темнее моих губ И он идет в такой розовый оттенок Скажем так Я говорила о том, что я не часто красилась в этом месяце Но все равно, как бы выходя из дома Хотелось выглядеть хорошо В принципе, я, наверное, из тех девушек Которые хорошо, совершенно уверенно чувствуют себя без косметики Но у меня есть маленький секрет Есть такая чудесная вещь Сиси-крем от компании Airborian Которая питает вашу кожу Выравнивает тон кожи И придает слегка оттенок То есть это что-то типа BB-крема Я честно вам скажу Я не знаю такой прям разницы между BB-кремом и сиси-кремом Мне кажется, что это все одно и то же Для меня главное то, что у меня увлажненная кожа То есть я практически не пользуюсь дневным кремом вообще У меня его нет Он закончился, я больше не покупала У меня есть сиси-крем Вот И он очень забавный Когда ты его наносишь, он белого цвета И потом он просто становится цвета твоей кожи Но вот для меня, вот сейчас я уже понимаю, что прощай загар И для меня, конечно, первый час может быть Мне кажется, что я, господи, какого-то просто супер темного цвета Потом все, скажем так, уравнивается И идеальная кожа Просто вот как будто ты ходишь с фотошопом Мой последний фаворит Это гель для бровей от компании Essence Который называется Make Me Brow У него, как я люблю, малюсенькая-малюсенькая кисточка И есть слегка такой коричневый оттеночек В общем-то ничего такого нового я вам не расскажу Просто я правда очень люблю такие маленькие кисточки в гелях Потому что ими прям можно реально провисовать, скажем так, гелем Бровь, если вы не хотите прям рисовать А просто хотите, чтобы, ну, скажем так, они чуть ярче стали на лице Новым сериалом в сентябре для меня стал сериал Nargos Достаточно популярный сериал про жизни наркобарона Павла Эскобара Сериал на любителя Скажу сразу, если вы больше любите такие девчачьи комедийные сериалы То, пожалуй, вам его лучше не смотреть Вам будет неинтересно Но если вы больше в таких неких слегка детективных Триллер, мелодрама В общем, в каких-то таких жанрах То определенно точно советую его посмотреть Он очень круто снят Помимо того, что это сериал, соответственно, что-то художественное Там в каждой серии вырезки из новостей Какие-то вот документалки, скажем так История основана на реальных событиях Как вы понимаете, о реальном человеке О его жизни, она максимально правдивая Также, вы не поверите, летом я начала смотреть Игру Престолов Мне казалось, что я никогда не начну смотреть этот сериал, скажу вам честно Но я втянулась, посмотрела два сезона Пока остановилась В общем-то, интересно Вы знаете, и многие шуточки в интернете Теперь мне стали понятны А еще у меня появился больше стендер разговор Скажу вам честно Потому что оказалось, что вообще все смотрят этот сериал Также я смотрела третий сезон Коварных горничных Который мне безумно нравится Вообще, мне очень нравится этот сериал Если вы еще не смотрели, очень советую вам начать смотреть И, конечно же, Теория Большого Взрыва Начала новый сезон Совсем недавно, в сентябре Также Американская семейка, которую я смотрю И, в общем-то, из нового только Наргас, наверное Закончу фавориты сентября Любимой музыкой В этом месте было очень много хорошей музыки Душевной музыки, я бы сказала И я очень хотела рассказать вам про свой летний плейлист И действительно, я думаю, блин, как бы мне вот им с вами поделиться Но не буду вставлять его видео Это будет очень долго Расскажу только про фавориты сентября В этом месяце, вы не поверите Вы не поверите Но я слушала Джастина Тимберлэйка Серьезно Мне очень понравились две его новые песни Одна называется Cold Water Вместе с Мэйджи Лейзер И еще его новая песня Let Me Love You Которая сейчас очень активно по радио везде крутится Также мне очень нравилась новая песня Селены Гомес Которая называется We Don't Talk Anymore Я ее слушала в ремиксе Оригинал песни мне очень нравится Он слегка медленный для меня, скажем так Меня не прошла стороной песни Созвездия Которая исполняет нынче очень популярный Джаб Хали Но включу вам все-таки эту песню Если вы вдруг ее не знаете Держи меня крепче рукой Не сомневайся я с тобой Ведь мне с тобой хорошо и легко Это чувство так необыкновенно И мы где-то далеко Где-то над землей Где-то высоко, 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 высоко Над небом Там, где другая галактика Также мне безумно нравилась песня Мне неизвестного вообще исполнителя Нашла я совершенно случайно Я листала инстаграм И увидела видео какое-то очень красивое И там играла эта песня Я такая, черт, это самая крутая песня Вообще за последнее время, которое я слышала Действительно она какая-то необычная Она вот действительно Действительно-действительно А действительно-действительно Она затрагивает какие-то струны моей души Вот, песня называется Broken Что ж, это были все фавориты сентября Все, о чем я хотела вам рассказать Надеюсь, что видео не будет бесконечно длинным Потому что я так по вам скучала И так много сегодня болтала Ничего не могу с этим поделать Я вам желаю хорошего окончания сентября Хотя на момент выхода этого видео Оно уже закончится, но не важно Хорошего окончания сентября в вашей голове Прекрасного вам октября Все уже такое супер осеннее Идут дожди, уже прохладно Серо, тускло Но я вам желаю нести солнце внутри себя Радовать жизни Я вас крепко обнимаю, целую И пока-пока Если бы меня просили корок-то... Редактор субтитров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова